Всем привет! Меня зовут Дарья, я специалист восточных техник массажа и оздоровления. Сегодня мы будем делать интуитивный массаж, а перед ним мы посидим в кедровой бочке. Сижу в бочке. Тепло, расслабляюще. В бочке мы используем эфирные масла, преимущественно всегда натуральные, только натуральные, потому что идёт воздействие на лимбический отдел мозга, он у нас отвечает за чувства, эмоции, и какими-то маслами мы можем расслабить человека, а какими-то наоборот в тонус привести. В бочке выходит из человека от 200 до 700 мл пота, благодаря чему становились на весы кучу раз, проверяли. Человек избавляется от отёков, от лишней жидкости, плюс происходит раскрытие опор. Вот это очень полезно. Хронических заболеваний нет? Ну, я так думаю. Камни, песок, в желчном, в почках? Ну, нет, я, по крайней мере, не знаю. Головные боли? Ну, нет. Ну, не чаще, чем у всех, наверное. Боли в спине? Как спим ночью? Ну, хорошо, нормально. Хорошо. Кто-нибудь обижает? Нет. Хейтеры в комментариях? Но я не обижаюсь. Отлично. Вообще, когда у нас на теле появляется в каком-то месте капиллярная сетка, это говорит о том, что тут, это зона печени, по сути, вот такая у нас большая печень, тут диафрагма может быть, но на печеночке есть капиллярки. Вот, это говорит о том, что там застойчик. Вдох. Выдох. Мы сейчас выгоняем желчь. Вам булькает. Отлично. Вдох. Выдох. Жога бывает? Нет. Закрываем глаза и слушаем свое тело. Тепло, распирание, колит, болит, чешется. Нет, пульсирует пупок. Это орда. Причина. Еще слушаем. Затылок слушаем. Все спокойно? Да, ничего не поменялось. Ну, только пульсирует, я прям чувствую. Естественно, это пульсирует от аорта. Глубокий вдох. Выдох. Просто дышим. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Отлично. Сейчас мы расслабляем брюшной аорт. Ух. Диафрагму. Груду брюшную. Ты самая, мам, большая диафрагма. А вообще простуды часто бывают? Угу. По десятибальной шкале, насколько неприятно. Троечка? Ну да, три-четыре. Ну типа, если я голодный, то там больнее. Сейчас я голодный. Да, вот это я заметил, что с нервами связано. Ну, потому что у нас желчный пузырь отвечает за стресс. За агрессию. И есть понятие «желчный человек» — это стрессовый человек, злой человек, нервный человек. Во время стресса... Очень музыкальный живот. Во время стресса выделяется гормон, адреналин, норадреналин, кортизол. И они приводят в спазм гладкую мускулатуру органов, ну и, в принципе, мышцы. Соответственно, желчный пузырь реагирует очень быстро на стресс. Угу. Вроде все вышло. Угу. Это называется «фалсинг». Фалсинг — он... Такие безобидные движения, они уже расслабляют суставы. И разблокируют позвоночник. Одеваем волшебные чудо-перчаточки. Для чего? Для того, чтобы было лучшее сцепление с кожей и плюс мягкая прорезиненная основа, она будет еще более рефлекторно расслаблять ткани. Ручки опускаем. Эти элементы, они из массажа мнуши. Массаж мнуши делается в перчатках. Одна причина — это сцепление с тканями. Вторая причина — человек не должен чувствовать тепло рук мастера. Дом… » на самом деле спина просит хиджаму потому что вот здесь проявились у нас капиллярчики застой я еще ничего не делала но уже вылезла хиджаму напрямую это убрала травм плеча не было там ванна есть где живете очень полезная ванна две пачки соли одна пачка соли там душ просто ванна полезная после подобных процедур с банками две пачки соли одна пачка соды и она очень хорошо восстанавливает ткани нервную систему и защелачивает организм потому что все воспалительные процессы плюс вот видите уже еще не банками ничем не проходилось это уже застой сейчас банками пройдемся и тут будет левый арт у нас вопрос будет вот он ходит на массаж постоянно откуда застой да вот у меня тоже такой вопрос больше это до этого растет нет застой он если не делали хиджаму не делали давно банки ну банки банком рознь методом ну ладно да вот и вот 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 Тут полезно? Сейчас мы используем эфирное масло ладана. Ладан – это король всех эфирных масел. Он умиротворяет. По этой причине он используется во всех религиях для умиротворения. Сейчас мы умиротворим, а потом банками пройдем. Смотрите. А потом банки пройдем. Вещество. Откручивается. Время – отвернуться. Откручиваем. Время – отвернуться. Время – отвернуться. Время – отвернуться. В окно массажа тоже очень-очень-очень много лет, несколько тысяч лет и раньше пластика не было. Естественно, мы применяли полые предметы, например, рога животных, глиняная посуда, ладошки под лоб, по внутренней части, нет, внутренней. Сейчас мы видим застойку ходит капиллярный. Происходит разрушение рыхлой старой капиллярной сетки, капилляры, которые уже не работают, которые потеряли тонус и в которых застоялась отработанная кровь. Происходит разрушение, вытягиваем застой от кожи, тем самым повышается местный и общий иммунитет. Ну то есть в данном случае мозг по нервной системе считывает, что здесь у нас есть повреждения и дает команду иммунным клеткам, которые 80 процентов иммунных клеток находятся в кишечнике у нас, и они толпой бегут вместо повреждений и начинают все залечивать. Терпимо? Да, да. С этой стороны сильнее, потому что здесь либо сумку носим на этом плече... Ну правая сторона, да. Но я и чувствую, как это сильнее сосутся. Тут застой больше, слева столько не вышло. У нас в организме есть запасная сетка капилляров, они еще пустые, но вот когда мы делаем подобные манипуляции, организм начинает запускать в работу именно эти капилляры запасные, условно назовем их так, и происходит насыщение кровью чистой артериальной этих капилляров. Все, можно руки опустить из пушетки. Вот так. Происходит насыщение кровью капилляров. Местный общий иммунитет, это понятно. Вот, и шейный тел. После первой процедуры этот застой уйдет процентов на 70-80. Если через недельку или через дни пять сделать подобную процедуру, застой практически немножечко такой. На здоровом участке тела застой. Застоя нет, синяка нет. Тут седьмой шейный позвонок. Он отвечает за мозговое кровообращение. Соответственно, у нас тон застой. Ну, то есть, по сути, сколько мануалку не делая, спину не уравняем, капиллярный застой, вот этого не уйдет. Ну, а здесь у нас колес. Вот мы видим изгиб позвоночника. Он у нас в напряжении. Ну, хочу сказать, что это не больно. Это не больно? Нет. Это кажется просто на вид, что это пытка на самом деле. Нет, не пытка. Очень важно после этой процедуры пить очень много воды, потому что идет детоксикация организма. И токсины выводятся у нас благодаря воде. В идеале тепло-горячей воде. Ну, пить воду тепло-горячую. Потому что горячая вода идет в клетку, холодная вода идет в межклеточное пространство. А межклеточное пространство – это у нас отеки. Ну, и плюс для работы, нормальной работы почек, нужно пить именно тепло-горячую воду. Продолжение следует пить его. Опять место в межклеточное по quyодному почек. И вот у нас появляется еще один застойчик. На востоке вот эта точка, чаще всего у людей в этих двух точках, вот триггеры, самые такие распространенные триггеры. И на востоке, китайцев, тибетцев считается, что через эти точки в организм человека входит очень много болезней, большинство. Вредные привычки есть? Да. Да. Ой. О уменьшить уникальность. Я бы по позвоночнику поставила здесь банки ХАСИ, магниты. Я хочу сегодня поставить. Потому что нужно усилить кровообращение здесь и лимфоток. Плюс позвоночник, это у нас меридиан ДУМАЙ, почек, мочевыводящая система и после постановки магнитных банок человек, именно на позвоночник человек сразу после сеанса идёт в туалет, потому что начинает с работы активная почка. Это упор идёт на правую сторону, тут застой поглобальнее. Субтитры делал DUNE. Приятного аппетита. Покажите. Приятного аппетита. Покажите. Чешите их Ну Чешите Так Чешите Сегодня будет такое Стояние Расслабления, слабость может быть Но спать точно хорошо Будете Потому что Данная манипуляция, особенно в области шеи Она Усиливает мозговое кровообращение Вот еще чуть-чуть у нас Спасибо Уже 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сильно ощущаются? Ну, нет, они как-то колются чуть-чуть. Не сильно. Сильно ощущается. Сильно ощущается. Для ушей эти перчатки очень приятно. На ушах у нас находится очень много-много точек. Также проекционная зона органов. Допустим, по краю уха идет позвоночник. И внутри внутренние органы. Приятнее в перчатках, чем руками. Ну и часто, когда просто делаются массаж на голове, к ушам подходим, начинает булькать в животе все. Потому что рефлекторно, массируя точки внутренних органов, идет расслабление протоков, гладкая мускулатура. Соответственно, жидкости ферменты поджелудочной железы и желчи начинают выделяться. Здесь одна из самых приятных зон. Отсюда у нас выходит нервные волокна. Приятно здесь? Это так особо не ощущается. Чего-то особенного от других точек. Точки. Когда мы трогаем, грубо говоря, оголенные нервы. Мягкими движениями. Довольно приятно. Пока ставим банки. Можно где-нибудь в других местах помассировать. Черт. 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 На самом деле бывает еще хуже после простуд, после пневмонии. Бывает вся блюдная клетка просто черная. А чего у меня там так все страшно? Ну, по 10-бальной шкале на шестерочку. Разно то, что не везде. Зонально. Сейчас будет приятный холодок. Это масло, но пипевичное. После постановки магнитных банок след на позвоночнике немного посветлел. Потому что произошел дренаж. Поехали. 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 И после любого массажа важно разогнать лимфу к самым большим лимфоузлам. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот смотри. Это шум дождя. Называется. Я думаю, что это гигантская штука, это круглая, потому что звук объемный. Там морские камешки. Вот так вот. Вот так вот. Можно медленно вставать. Сейчас будет небольшая вонолочка с корректиром. О, спина чуть зашевелилась. Хотя бы дома другое дело. Вначале она в районе крестца, она просто стояла, дальше волна не шла. Ага. 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 Это максимально ровно, да? 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 Ну да, у меня растяжки не очень. Ага. Расслабляйся. Ага. Руки за голову. Расслабляйся. Где тянет? Колени? Ээээ... Вот на этих. Ну а не как-то так как-то. Понятно, угу. Разслабляйся. Руки за голову. А можно на эти, на носочки, чтобы прямо так? А можно на эти, на носочки, чтобы прям так? на три секундочки и расслабляйся ложись на бочок на любой ты так русло на другое И расслабляем поясницу. Тянет? Угу. Расслабляем. Угу. Теперь на живот. Расслабляем. Головный подбородок. Угу. 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 И вот так, как будто спишь. Угу. Ровная спинка. Так. Расслабляем. 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 Угу. 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 Расслабляем. Угу. Расслабляем. 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 Нет? А что это даёт? Освобождает от мыслей? Ну, во-первых, когда ты прочихиваешься, при кашле, ну, прочихиваешься в конкретном случае, идёт расслабление суставов, швов черепа, слёзки потекли, это хорошо. Если, допустим, у человека полипы в носу, чихай прям вовсю, прям старайся. Жар пошёл по телу? Ну, так-то что-то такого есть. Если у человека полипы в носу, такие медузы слизистые наросты, ну, я могу палочкой их содрать, потом он выйдет. Как правило, это происходит у людей по приезду домой, после процедуры. Вот. Если в гайморовых пазухах есть застой, то он сейчас сольётся. Либо ты его высморкаешь потом, либо через горло стечёт. Или ситуация бывает у человека, допустим, хронический гайморит, но при этом он в данный момент здоров, после этой процедуры может зелень из носа идти ещё сутки. Ну, вообще, всё, что выходит из организма, это хорошо. Всё должно выходить. Переломов носа не было? По горлу течёт? Ну, а что-то такое есть. С правой стороны. Неприятно с правой? Ну, там просто дальше заходит из-за того, что перегородка скрылена в ту сторону. Там сужение, да. Справа я сам себе могу мизинец затолкать по полосу. Ну, туда не сможешь. А туда нет. Я вглубь иду. Туда. Не в лоб, не в сторону лба. К мозгу. Правая не пускает. Левая зашла полностью. Камера убираем. Сморкаемся. Это процедур. В голове есть мысли? Угу. Но она очень, эта техника избавляет голову от мыслей. Сейчас нос ещё заложен немножко. Может быть, когда встанешь, вся лимфа сольётся. так. Ну, Угу. 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 Продолжение следует...